Квест-уборка. В необычном формате на борьбу с мусором вышло более 80 студентов из четырех ведущих вузов Рязани. Помимо мешков для мусора и перчаток, молодые люди получили маршрутные листы и анкеты. Идею подсмотрели в соседних регионах. Для нашего города это новшество. Его опробуют на Центральном парке культуры и отдыха. Это самый крупный и самый, будем говорить, посещаемый, безусловно, парк на территории нашего города. Поэтому оставить его без внимания студентов мы, конечно же, не могли. Это такая завершающая акция, крупная, в сезоне года экологии, именно по уборке мусора. Студенты убирают самую грязную часть парка. Это поймы реки Лыбите, окрестности Рюминского пруда. Основное внимание уделят пластику, ведь он наиболее опасен для почвы. По ходу движения молодые люди также должны отметить на карте все мусорки и контейнеры. Однако здесь их ждал небольшой сюрприз. Нет, я здесь не встретил мусорок. Нету. Нету? Где? Вообще нету? Ну, по крайней мере, где мы убирались, мусорок нету. Так что нужно, наверное, больше мусорок ставить в парке. Вторым необычным заданием стал опрос людей. Ребята выясняли, как сами жители оценивают состояние парка, дорожного полотна, зон отдыха и многого другого. Всего в анкету включили 15 вопросов. Были и такие, и хорошие ответы, и не очень. Как бы вот мы к кому подходили, и получилось так, что 50% говорят, что плохо не убирают, и парк уже пришел в плохое состояние. А кто-то, наоборот, говорит, что в принципе все устраивает. Да, есть некоторые вещи, которые можно улучшить, но в принципе довольны. Поэтому 50 на 50. Мне не разделились. Администрация города уже задумывалась над реконструкцией парка. Его планируют осовременить и восстановить полуразрушенные строения. Рассматривается возможность организации набережной, каких-то объектов на воде. Но это все будет более конкретизировано в дальнейшем проекте. Пока что это только эскизные проекты, это предложения, это намерения. После квеста собранную информацию организаторы обобщат и передадут в администрацию города. Ее полезность будет напрямую зависеть от качества проведенных исследований.